Должны ли платить жители нижних этажей за обслуживание лифта, если они им вовсе не пользуются? С февраля этого года жильцы многоэтажки по улице Батрабаяна, 32, не могут найти общий язык между собой и заменить лифты по программе модернизации ЖКХ. Рекомендуемый срок эксплуатации лифтового оборудования подошел к концу, а следовательно, дальше ездить на нем может быть небезопасно. Решить спор между жильцами попытался Аким Города Нурслан Анбаев. Рекомендуемый срок эксплуатации лифта составляет 25 лет. Этот срок в доме 32 по улице Батрабаяна истек еще в 2020 году. Но никто не позаботился провести экспертизу о его состоянии и просто продолжили эксплуатировать. По словам председателя КСК Галины Ляльченко, лифты сейчас находятся в очень плохом состоянии. Происходят частые поломки и остановки. Часть жильцов решила заменить лифты, а другой этой идее не понравилось. Тогда дом поделился на два лагеря. Провели собрание. На собрании я сказала, что по закону должны платить все собственники имущества. Так как это имущество общее дома, живем мы в кондоминиуме и должны участвовать в оплате абсолютно все собственники. Начиная с первого этажа по девятый. После этого собрания началось противостояние, потому что первые, вторые, третьи посчитали, что они лифтом не пользуются и оплачивать они ни в коем случае не будут. Верхние этажи тоже, значит, зная закон жилищных отношений, посчитали, что почему они должны платить, если первые тоже должны оплачивать. К слову, на одном из собраний жильцы уже коллективно договорились освободить нижний этаж от оплаты за эксплуатацию. Но дело даже не в этом. Здесь до сих пор не провели экспертизу пригодности лифта. Нужна ли его замена или же хватит капитального ремонта? Только после необходимой проверки будет понятно, что делать дальше. Сегодня же мы в адрес вашего КСК направляем предписание о необходимости проведения экспертизы. По итогам экспертизы вы находите компанию, сразу говорю, мы предоставим экспертов, которые есть у нас по областному центру. Вы можете найти экспертов из других областных центров, либо из других городов, либо из других областей Казахстана. Это ваше право. Вы решаете это все на собрании. Вы заключать будете договор на оказание услуг по проведению экспертизы технической по поводу того, что необходимо для того, чтобы лифты функционировали надлежащим образом. Соответственно, когда вам придет акт экспертизы, вы уведомляете нас с протоколом собрания о том, что мы не нуждаемся в ремонте. Это раз. Мы нуждаемся в текущем ремонте. Это два. Мы нуждаемся в капитальном ремонте. Это три. Либо мы нуждаемся в замене лифтов. Это четыре. К слову, Аким Города отметил, что если вопрос жильцы не решат в кратчайшие сроки, то деньги по программе модернизации отдадут следующему по очереди дому. Задерживать их из-за междоусобных споров никто не будет. Жильцы с этим согласились. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей.